И всем снова здравствуйте! Настало время утреннего хормления и наш стенд уже всячески показывает, что он очень голоден. Буквально не дает себя заснять спокойным, нормальным и всячески думает, что движение это еда. Лезет вверх, лишь бы ему дали покормить. И сегодня мы его покормим, точнее именно сейчас. А кормить мы его будем размороженными суточными цыплятами, как говорят в магазине Терео Мистики. Это достаточно диетический корм, но в конце концов молодое всегда наиболее диетическое. Все мы привыкли питаться молодым мясом, как можно более, как можно более именно не старым. Желательно какого-нибудь молодого ягненка пожарить на гриле или еще что-нибудь такое. Я от этого весьма далек, поэтому я просто ем то, что даю, а вот ящеру покупаю то, что ему необходимо, то, что ему будет лучше. Немного увлекся отдиранием чешуи от его спины, поскольку во время купания я не видел, что она серьезно отходила. Ну, вот он уже рвется. Но мы не дадим ему. А, все-таки уцепил. Вот он, суточный цыпленок. Это одна тушка. Забавность заключается в том, что тушка достаточно крупная, и стенд никак не может ее заглотить быстрыми движениями. Приходится поработать. Поискать выгодные ракурсы. Тем не менее, капские бараны для этого вполне привычны. Для того, чтобы глотать что-то, что хотя бы вдоль влазит в рот. Вот видите, как он жадненько пытается скушать. Цыпленка. Цыпленку мешают ноги, лапы и так далее. Но в основном его достаточно крупный размер. Сейчас мы поможем немножко. Ага, нашел ракурс. Подходящий. Или нет, все-таки. Все равно никак не получается. Бедный Стэн и бедная тушка-цыпленка. Но на что он рассчитывал в природе? Примерно все так. Опа, как он резво заглотил тушку. А на очереди второй цыпленочек. Сейчас он немножко отойдет от первого. Этот, кажется, немножко поменьше. Поэтому может и быстрее заглотить. Но все равно помучается. Все всячески ему трудно, тяжело. Но в природе нужно постараться, чтобы покушать. Я уже буквально слышу, как он устает. Но это нормально. Давай, давай. Наш террариум шатается от всего этого. Но наконец-то он справился. Сейчас протолкнет его в желудок и будет греться. Он как раз тепленький после купания. И ему будет проще переварить цыпленка. Как можно было увидеть у нас в террариуме некоторые изменения. Я купил вот такую вот небольшую арку, чтобы она составляла общую композицию с убежищами. Он чувствовал себя в более безопасности, когда лежит в бревне. Но пока она шатается. И боюсь, я ее сумею закрепить в террариуме только после очередной уборки. Хотя сам террариум нужно уже стены менять. Он никак не поймет. Да, цыпленка осталось немного кровушки, поэтому он никак не поймет, где же тут еда. Но вот этих двух цыплят ему хватит более чем на сутки. Он пока еще просто не понял, что наелся. Желудок еще, так сказать, не приспособился. Ну, собственно, это как и у людей. Мы привыкли перекусывать быстро и помногу. И потом оказывается, через полчаса, что мы скушали слишком много. То есть желудок посылает сигнал насыщения только спустя некоторое время. Ну и так же со стеном. Мы подождем некоторое время. И он успокоится и полезет себе отдыхать, спать. Конечно, у меня было много видео и про лягушек в последнее время, но свою специфику я никак не поменял. Стен по-прежнему остается моим любимцем. Первым и единственным капским варанчиком в моем уголке. А все остальное это сопутствующие разведения, так сказать. Сверчки, гусеницы, лягушата. Вот так вот лучше. Отодвинем немножко арку. Хоть он все равно ее подвинет потом, но все равно это будет чуть позже. Пожалуй, зафиксирую этот угол камнем, чтобы она не сильно двигалась. Пещеру убрал, потому что она уже не нужна. Он в нее не помещается и не хочет туда идти. Давай уже. Хватит кушать. Жилудок насытился. Крупный план морды. Хотя были и более крупные планы. Но тем не менее. Ну все, хватит тебе там искать, ничего больше не будет. Это тебе хватит на два дня. Буквально на двое суток. Он все еще никак не поймет. Запах цыплят присутствует. Поэтому сейчас я возьму губку и слегка очищу поилку от кровушки. Он пока будет продолжать. Думаю, что там есть что-то вкусное. И так ничего и не съест. Это может продолжаться долго. Вплоть до того, что он будет покусывать субстрат. Но пройдет, как я говорил, полчаса и он успокоится. Но на сегодня, пожалуй, все. Мы оставим его. Давай, давай. Покажи свою голову. Только меня не кусай. Такое вот видео. Все, хватит, хватит. Больше не будет еды сегодня. Давай уже. Прощайся с озовителями. Хотя умеешь ли ты? - Продолжение следует...